Каринфянам, которое было написано апостолом Павлом. На греческом языке первое послание к Каринфянам называется Каринфянам Альфа, а второе послание – Каринфянам Бета. Имеются библейские свидетельства о том, что именно апостол Павел написал эти послания. Первое послание к Каринфянам, первая глава стихи с первого по трети подтверждает факт того, что апостол Павел написал эту книгу. Также в третьей главе, в стихах с четвертого по шестой, мы видим подтверждение того, что послание к Каринфянам было написано Павлом. Нам также известно, что оно было написано в Ефесе в 54 году нашей эры. Третья миссионерская поездка Павла была в 53-58 годах нашей эры. Некоторые источники утверждают, что послание к Каринфянам было написано в 55 году нашей эры. Для чего было написано первое послание к Каринфянам? Услышав новости от людей дома Хлоиных, Павел узнал о ситуации в Каринфской церкви. Первая глава, стих 11. И поэтому апостол пишет послание, чтобы разрешить проблемы церкви и множественные теологические споры. Первое Коринфянам можно разделить на три основные части. Главы с первой по четвертую. Обличение и ответ для церкви на их разногласия. Главы с пятой по шестую. Ответ Павла на развращенность и споры, выносимые на суд. Далее. Главы с седьмой по шестнадцатую. Дают ответы на различные вопросы. Такие, как женитьба, жертвоприношение идолам. Вечеря Господня. И надлежащее применение духовных даров. Павел в особенности указывает нам неправильное говорение на иных языках. Пятнадцатая глава говорит о воскресении. Павел свидетельствует о воскресении тем, кто его отрицает. И в конце он учит нас о помощи нищим. Первая глава называется «Крест». Во-первых, благословение и пожелания Павла. Во-вторых, благодарение и уверенность. Стихи с четвертого по девятый. В-третьих, разногласия и споры. Стихи с десятого по семнадцатый. В-четвертых, весть о кресте. Стихи с восемнадцатого по двадцать пятый. В-пятых, Бог призывает немощных. Стихи с двадцать шестого по двадцать восьмой. В-шестых, хвалитесь Господом. Стихи с двадцать девятого по тридцать первые. Сейчас мы начнем читать место Писания. С первого по третий стих Павел пишет пожелания Коринфянам. Стих один. Давайте прочтем его. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и сосфен брат. Никто не становится апостолом Иисуса Христа только потому, что он хочет этого. Никто не может стать работником Божьим, если кто-то другой заставил его. Каждый становится служителем Божьим только тогда, когда Бог призывает и избирает его. Апостол Павел был призван Господом. На греческом языке слово «апостол» звучит как «апостолос». Апостолос означает «посланный». Павел был призван и послан самим Богом. В письме Павла к церквям Галатеи Галатам 1.1 он написал следующие слова. «Павел, апостол, избраны не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Павел был назначен апостолом через Бога Отца. Далее. Сосфен, о котором написано в первом стихе, был начальником синагоги. Он верил в Иисуса и следовал за Павлом. Имеется предположение, что именно он записывал первое послание Коринфянам для Павла. Стих 2. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». «Церковь – это место сбора некоторой группы людей, но она поставлена Господом и принадлежит Ему. Поэтому Бог является владельцем церкви. Церковь – это удел Господа. Сам Бог возвышает, приумножает и защищает церковь. Церковь – это не просто здание. Это живая ассоциация тех, кто верит в Иисуса Христа и был заново рожден. Сказано, что церковь в Коринфе была освящена в Иисусе Христе. Означает ли это, что члены церкви в Коринфе были полностью святы в своих действиях? Нет, это не так. Но это означает то, что их дух был освящен. Мы можем объяснить освящение верующих тремя пунктами. Первый – это то, что всякий верующий принадлежит Богу. Второй говорит о том, что верующий имеет дух заново рожденный, который чист и свят, так как дух святой истинный возвратил душу к жизни. И третье – это то, что верующие есть храм, в котором обитает Святой Дух. Написано, призванным святым. Святые не сами уверовали в Бога. Но Господь призвал и направил нас, и поэтому мы уверовали в Иисуса Христа. Далее сказано, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Это послание было послано церкви в Коринфе, но оно было написано не только для нее, но для всякого верующего в Христа. так как, прочтя послание, те, кому оно было предназначено, отправляли его дальше, другим верующим. Таким образом, Библия была передана нам, верующим в Иисуса Христа, сегодня. Давайте прочтем третий стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В данном стихе написано «от Бога Отца». В тот момент, когда мы уверовали в Иисуса, Бог стал нашим Отцом. «Мы верующие дети Божьи». И это есть основная теологическая идея Завета. Второе послание Коринфянам 6.18 написано «И буду вам Отцом, и вы будете моими сынами и черями». В тот момент, когда мы уверовали в Христа, мы стали частью Завета Крови. Говоря, что мы есть люди Божьего Завета, имеется в виду, что Бог есть наш Отец, а мы Его дети. Павел желает мир и благодать от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. То, что действительно имеет значение, это благодать, которая покрывает все благодаря Божьему искуплению. Мир – это истинное духовное умиротворение, которое есть у верующего в результате спасения. Далее, в стихах с 4 по 9 говорится о благодарении и уверенности. Стих 4 «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». У Коринфской церкви было много проблем. Город Коринф был портовым и промышленным городом, в котором была сильно развита коррупция. Божья церковь была построена в этом месте, что стало большим событием для Коринфа. Коринфская церковь была поднята за полтора года в результате евангелизации Павла. После этого апостол покинул Коринф и остановился в Ефесе. и там он услышал от дома Хлои, что в Коринфской церкви большие разногласия, и из-за этого Павел взволновался. Однако, задумавшись о той благодати, что Господь явил в Коринфской церкви, Павел возблагодарил Бога. То же самое происходит и в церквях сегодняшнего дня. Если в церкви случается что-то плохое, мы начинаем роптать. Но если мы видим благословение, то радуемся и благодарим Господа. Стихи 5 и 6. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Церковь в Коринфе была обогащена словом и знанием, данными им Господом. В данном стихе слово переведено с греческого логос. Что означает слово? А познание это понимание. Так Божье слово обогатило Коринфскую церковь. И прихожане не только приняли слово, но и поняли его. Именно поэтому Павел говорит, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Если верующий не изучает Библию, то он не может познать истину. Если мы неправильно понимаем Библию, то тогда мы не сможем жить достойной духовной жизнью. Поэтому для нас важно знать, что написано в Библии, даже если мы не сможем исполнить все написанное в ней. Тот, кто изучит Библию хорошо, станет победителем. Изо всех сил мы должны изучать Священное Писание. Понимание Библии имеет важнейшее значение. Всякий непонимающий истину не обретет жизни, даже несмотря на то, что он имеет большие познания. Написано «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Осия, глава 4, стих 6. А также в книге пророка Осии в той же 4-й главе, но в 14-м стихе сказано «Невежественный народ гибнет». Тот, кто знает, что яд смертелен, не пьет его. Для того, чтобы церковь преуспевала, необходимо, чтобы верующие изучали Библию и твердо стояли в истине. И тогда верующие твердо укрепятся в вере. стих 7. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Также Павел благодарил за то, что Каринфская церковь не имела недостатка ни в каком даровании. Церковь была богата различными дарами, и в первом послании Каринфянам 12 главе мы читаем об этих дарах. И более того, Каринфская церковь ожидала явления Господа Иисуса Христа. Величайшее приобретение проживать жизнь, подготавливая себя ко второму приходу Христа. Сегодняшние церкви намного ближе к приходу нашего Господа, чем церкви 2000 лет назад. Поэтому каждый день мы должны иметь веру, которая жаждет и ожидает возвращения Иисуса. стих 8 Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными день Господа нашего Иисуса Христа. День Господа нашего Иисуса Христа Иисуса день второго пришествия Иисуса, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Филиппийцам 1.6 написано Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Доброе дело это вера в Иисуса Христа. Бог начал это доброе дело. Когда мы предстанем перед Иисусом, то будем виновны во многих вещах. Но в восьмом стихе сказано «Утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Это значит, что Бог доведет до завершения работу спасения верующих. Сами по себе мы не полноценно и полны ошибок. Но для того, чтобы подготовить нас ко дню возвращения Иисуса, Дух Святой работает днем и ночью, помогая нам, чтобы мы смогли стать неповинными в день прихода Господа. По мере нашей жизни Бог посылает нам различные испытания. Иногда Он дисциплинирует нас, а временами обличает. А бывает, что все выглядит так, будто Господь все забирает от нас. Но в такие моменты на самом деле Он нас взращивает во Христе. Поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями, нам следует полноценно радоваться. Иакова, 1 глава, 2 стих. Через испытания Бог тренирует нас. Он учит нас терпению и поэтому создает нам нехватку чего-либо. И выходит, что уж лучше нам переживать трудности, нежели совсем не сталкиваться с ними. Через трудности мы возрастаем как личность. Господь дисциплинирует нас, тех, кого искренне любит. В Евреям 12 стихах с 5 по 8 говорится, что Бог не наказывает тех, кого не любит. 9 стих. 9 верен Бог, которым вы призваны в общении с Сыном Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Бог верен, Ему можно доверять. Он призвал нас верить в Иисуса и следовать за Ним. Поэтому наше спасение твердое и непоколебимое. Говоря, Бог верен, имеется в виду, что Бог, Отец верен своим людям, людям Его завета. Поэтому наше спасение не поколеблется. Господь полностью исполнит свою волю. Потому что Бог, который начал работу спасения, верен. И Он закончит начатое спасение до конца. Третий пункт этой главы «Разногласия и споры» стихи с 10 по 17. Это важная часть первого послания апостола Павла церкви в Коринфе. Сегодня церковь может сталкиваться с различными разногласиями и спорами. И мы можем решить эти споры, если посмотрим в Библию. Давайте прочтем 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Чтобы все вы говорили одно, в одном духе и в одних мыслях. чтобы все говорили одно, означает говорить истину. Должны иметь одни мысли, то есть мысли и разум Христа. Что значит иметь разум Христа? Это ум, для которого честь и слава жить жизнью слуги. Филиппийцам 2 глава стих 5 Верующие, помните ли вы веру Иоанна Крестителя? Он был рожден за 6 месяцев до рождения Иисуса. Иоанн был тем, кто приготовил путь для Христа. Он говорил, ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна 3 глава стих 30 Исходя из этого стиха, мы можем сказать, что даже если дела Иоанна останутся незамеченными, он будет удовлетворен, если работа по спасению будет совершена. Мы верующие всегда должны быть в согласии с церковью, иметь одни мысли и один дух. Апостол Павел узнал о том, что в Каринской церкви были разногласия. Стих 11 Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. От домашних хлоиных Павел услышал о проблемах в Каринской церкви. Вероятнее всего Хлоя имела большую веру и она любила церковь. Так как увидев, что Каринская церковь охвачена спорами, она была опечалена и сообщила об этом Павлу, тому, который насадил эту церковь. стих 12 «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Каринская церковь разделилась на четыре части. Очень печально видеть разделение в церкви. «Если бы мы по-настоящему принадлежали Христу, то тогда мы бы не соперничали друг с другом. Мы не должны разделяться и создавать свои собственные группы. Это абсолютно не духовно разделяться и следовать за людьми. в первом послании Коринфянам 3.22 написано «Павел ли или Аполос или Кифа или мир или жизнь или смерть или настоящее или будущее все ваше только потому, что верующий был благословлен определенным пастором, он не должен следовать за ним. Создание группы или фракции, центром которой является пастор, является свидетельством отклонения от истинной духовной веры. Создание фракций, союзов и иных учений это грех. Верующие, знаете ли вы, что случилось с союзом Корея, о котором написано в числах 16.1? Стих 13. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Иисус умер на кресте за наши грехи. Если веруя в Иисуса мы будем крещены в имя Его, то тогда мы будем принадлежать Христу. Господь Иисус есть наша глава, а мы Его тело. Именно поэтому все, кто верит в Иисуса Христа, являются Его телом. А Христос есть глава этого тела. Павел или любой другой человек не были пригвождены к Кресту. Верующие не должны быть крещены во имя Павла, Аполоса, Кифы или во имя любого другого человека. За это Павел обличал Каринскую церковь. Стих 14. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Павел проповедовал Евангелие Криспу и Гаю, и он же их крестил. Деяние 18.8 Римлянам 16.2 Римлянам 16.2 Павел немногих крестил в Каринской церкви, так как беспокоился о том, что он может возгордиться, если будет крестить их. Апостол Павел всегда ставил других выше себя и приводил людей к Христу. Разве это не пример истинного служителя Божьего? В 15.2 Павел пишет «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Павел делал все возможное, чтобы не крестить большое количество людей. так как он не хотел, чтобы верующие церкви Каринфа излишне следовали за ним. Но напротив, Павел желал, чтобы верующие следовали лишь за Христом и только им. Сегодня пасторы должны направлять народ следовать за Иисусом. Таков истинный служитель. Таких служителей Господь использует и возвышает. Стих 16. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. В 14 стихе сказано, что Павел крестил Крис по Игая. И также Павел крестил Стефана в дом. Но апостол не знает, крестил ли он кого-либо еще или нет. Давайте прочтем 17 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Павел говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Для пасторов жизненно важно проповедовать Евангелие. Они должны уделять первостепенное внимание Евангелию, а не крещению. Евангелие спасает жизни. А крещение это лишь церемония, которое как бы ставит штамп на тех, кто верит в Евангелие. Крещение это символ смытого греха. Также Павел старался проповедовать простым языком, а не использовать премудрые красноречивые слова. слова. Почему, несмотря на то, что Павел был образованным человеком, он не использовал во время проповеди красноречивые слова? Причина в том, что апостол Павел опасался того, что его слова покроют само послание о кресте. Когда во время проповеди Евангелия мы используем слишком красноречивые мудрые слова, люди обращают больше внимания на слова, нежели на самой Евангелие. Сегодня многие христиане слушают пасторов из-за их красноречия. А не потому, что жаждут услышать Слово Божье. Некоторые следуют за пасторами, потому что они имеют дар исцеления. Но если церковь не стоит твердо на слове, то это может привести к замешательству. Стихи с 18 по 25 говорят о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Слово о кресте это истина о кресте. Это истина веры в Христа. Кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, есть основная доктрина христианства. Поэтому всякий, кто верит в искупительную силу креста, верит в Иисуса, но всякий, кто не верит в эту силу, не верит и в Иисуса Христа. Написано ибо слово о кресте для погибающих юродства есть. Для тех, кто не верует, весть о кресте это безумие. Так как христианство это не та религия, которая основана на мудрости человека, но это религия, которая исходит полностью от Божьего откровения. Христианство не только не может быть позднано человеческой мудростью, но его даже считают безумием. Только задумайтесь об этом на секунду. Если мы посмотрим на основную концепцию христианства через призму человеческой мудрости, то как Иисус, распятый на кресте две тысячи лет назад, может прощать грехи людей? Как может кровь Христа, который умер на кресте две тысячи лет назад, омыть нас от наших грехов? Как может тот, который умер, воскреснуть на третий день и вознестись на небеса? Если мы задумаемся над этим и попытаемся понять это человеческим разумом, то все это выглядит невозможным. И послание о кресте кажется безумием, однако новость о кресте является основной доктриной христианства. Неверующие считают безрассудными тех, кто верит в Евангелие о кресте, а те, кто верит написанному в Библии, выглядят еще более глупыми в глазах неверующих. Но несмотря на это, мы, те, кто получил спасение, имеем силу в Господе. На греческом языке это слово сила звучит как дунамис, которое означает огромная взрывная сила. Здесь говорится о силе, которую мы наблюдаем при взрыве бомбы. Верующие, вы когда-нибудь слышали о динамите? Так вот, слово динамит происходит от латинского дунамис. Римлянам 1, 16 сказано, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому, что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Послание о кресте есть сила Божия. Господь спасает тех, кто верует в силу Креста. Он дарует нам жизнь, делает нас способными противостоять миру и дьяволу. Бог наполняет верующих праведностью. Давайте прочтем 19-й стих. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Этот стих ссылается на Исаия 26-14. «То вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». «Все сделанное по человеческой мудрости ведет к падению». «Мы сможем преуспевать только в делах, сделанных по вере». «Господь судит поступки, сделанные, полагаясь на человеческий разум». «Те, кто делают вещи по человеческой мудрости, будут судимы и постыжены Богом». И те не смогут поверить в Евангелие о кресте. Они погибнут. «Слово о кресте, пришедшее с небес, есть истина. истина, которая не может быть постигнута человеческим разумом». «Сегодня вы, верующие, которые поверили в весть о кресте, получили спасение, вечную жизнь и стали детьми Божьими». «Вы стали наследниками небес». «Сегодня вы, верующие, которые поверили в весть о кресте, получили спасение, вечную жизнь и стали детьми Божьими». «Вы стали наследниками небес». Божьими истина. Божьими истина.